и всем привет дорогие друзья с вами как всегда я винокуров и вы на канале и в хокке и сегодня я позвал своего коллегу по тренировочному процессу с которым мы работаем уже больше двух лет дмитрий александровича хоккейный отец ну да много чему он меня на самом деле научил когда я только начинал как обычно в нашей рубрике сегодня мы покажем вам тренировку на развитие такого навыка как кораблик и дмитрий александрович нам в этом поможет готов и ребят не забывайте подписываться на канал ставить большие пальцы вверх это очень сильно помогает развитию канала и переходите в наши социальные сети instagram telegram с недавних пор еще появился вконтакте туда тоже теперь выкладываю контент следующая ссылка в описании это ресурс бусти где вы можете поддержать наш канал своим донатиком и купить полные программы тренировок а также разные фишки и секреты которые я рассказываю только там эксклюзивно также там будет ссылка на мой сайт где вы можете приобрести мерч и в хоккей заказать видео разбор ваших игровых моментов а также записаться ко мне на тренировку еще пойдем подтянемся подтянемся на где там турник в общем короче ребята из бро наконец-то услышали меня и наконец-то сделали пока что тестовые варианты с новыми шафтами ребята развиваются не стоят на месте так сказать новый дизайн такой типа глич эффект и стала клюшка наконец-то тоньше так в руках лежит очень приятно теперь если те были толстоватые то это прям тоненькая снизу прям еще тоньше стало геометрия изменена немножко ну да вылетает прям пушечно те кто еще не освоили да хорошо конек лучше пока не пробовать и начинать делать кораблики учиться и тратить свое время потому что всегда нужно начинать от простого идти к сложному переношу по себе чтобы не падать при ходьбе а кораблик ему вообще что нам дает он нам облегчается многие ситуации до игровые а где-то переход сделать где-то там развернуть плечо чтобы увидеть быстрее до поле середину давайте начнем с первого подводящего упражнения с растяжки небольшой потому что кораблик первую очередь это подвижность нашего тазобедренного сустава и наша растяжка то что мы покажем обязательно в зале первые многие уже знают мы коньки максимально прислоняем к бортику даже у нас ничего не болталась лезвие у нас полностью стоит на льду у нас не завал не идет на пятку соответственно и на носок колени обязательно должны быть прижаты к бортику и делаем такие пружинные движения дальше чтобы почувствовать до равновесия мы немножечко переваливаем вес тела соответственно на одну ногу и также соответственно другую ногу таких несколько серий вы сами поймете когда уже у вас немножко разогреется до ноги и первое упражнение подводящие это конечно же самокат многие знают клюшка у нас в одной руке обязательно передняя нога у нас она не отрывается задняя соответственно делает толчок и прижимается обратно к себе раз-два соответственно мы вот этим движением таз немножечко разворачиваем сразу видно мастер упражнение номер два уже у нас идет небольшая змейка опять же как раз таки смотрел выпуск данные глина стопы это тоже одно из таких упражнений которые тоже немножечко развивается как это делается у нас идет также рад это такое же в принципе самокат только более усложненный также клюшка в двух руках то есть у тебя здесь работает по сути и голеностоп и это за беда и нога если сравнивать первое упражнение она у меня уже выносится чуть дальше соответственно у меня разворот ноги уже становится больше если мы начинаем первое упражнение у нас поворот до грубо говоря угол 90 градусов то тут мы уже соответственно следующее движение может больше разворачиваем третье упражнение уже делаем по кругу также продолжает тему самокат и мы уже переносим на радиус и уже у нас идет также толчок передняя нога у нас не отрывается также клюшка может быть в двух руках может быть в одной руке тоже самое в другую сторону заметьте если клюшка у него в одной руке у него руки работают по координации на каждый толчок вот он толкается рука по координации уже идет сразу следует после этого движения в принципе уже можно попробовать немножечко задержаться опять же если нога сильно уходит до ее можно опять вернуть опять попробовали опять же сильно если уходит до ее можно опять вернуть принципе кораблик он во многих вещах да просто упрощает в игре тот же переход более такой сложный лицом допустим центр раз два три на заднюю до ногу например опять переход опять на лицо из-за спины у нас также идет раз кораблик 2 тоже очень полезно не каждый может да допустим быстро и резко развернуться там раз об все ему уже одним движением по сути убираем ну так же вот и в игре допустим двигаешься лицом и все вот эти перестроения они все у тебя через кораблик идут все переходы которые сейчас делали все через корабль конечно ну и самое такое наверное чем профессионалы пользуются когда они допустим могут быстрее выйти из-под борьбы до там 1 2 все я сразу для плечи я могу и сюда отдать могу и сюда отдать также добавлю возле бортика тоже самое давление на меня до идет я раз с корабликом выхожу отсюда это как раз и каприз делает это очень полезно ты сразу выходишь лицом в поле ты делаешь улитку ты не можешь вот сюда повернуть а если раз да мы считай сразу выходим вот опять же если никто не мешает ну и последний наверное это обратный кораблик про который ты сказал это вообще офигенная штука мало кто пользуется есть но те кто умеет им пользоваться это вообще укрывание шайбы очень полезно да там раз убрали головой обязательно обязательно там раз и долго на нем сидеть нельзя это вот прямо с 2 секунды раз-два ну да раз-два я уже в одном из роликов говорил то что если вы на корабликах долго будет задерживаться почему так вот некоторые ездят а тут чё подтолкни и все даже полетишь и следующее как раз таки да у нас идет следующее упражнение уже начинать работать с двух ног что у нас две ноги оторвались у нас две ноги оторвались это то что принципе подводящие уже к игре потому что в играх я вот редко вижу тоже наблюдая смотрю там и за играми кхл и нхл малых икистов которые просто вот так вот держат до паузу все равно дорабатывают нога конечно это как и перебежка всегда нельзя останавливаться то есть вы задней ногой толкаетесь переднюю переставляете соответственно чем большим отрываем ногу тем дальше мы уходим если взять большой круг да вот у меня ножки в эту сторону да опять там опять я работаю здесь можно вставить момент из игры когда хоккеист от своих ворот на кораблике добежал до чужих можно сделать в паре это уже можно посмотреть такой возраст понимают дети не понимают более младше возрасте конечно это все будет потяжелее сделать можно встать друг напротив друга на прямых ногах также по кругу покататься принципе один может даже и постоять можно вдвоем поработать с ногами тут уже в принципе много вариантов одну и другую сторону да сколько серий сколько по времени их делать мы распишем уже в отдельном посте как всегда на бусте поэтому переходить на этот ресурс подписывайтесь и смотрите полную программу тренировки кому это надо все следующее упражнение когда вы уже освоили катание по радиусу да по кругу уже можно в принципе делать и в движении потому что половина кораблика сделать намного сложнее тут надо уже работать как я говорил ранее до тазобедренным суставом и он должен быть очень подвижный чтобы сделать например движение сразу в другую сторону да это тот же самый самокат только ты ногу переставляешь вперед и делаешь опять полукораблю вот раз раз почему не получается да у многих это упражнение она вроде простое и опять же из-за тазобедренного сустава потому что когда делаешь у тебя постоянно идет скручивание что это ты катишь видишь скручивание раски надо сразу об выйти тазом в другую сторону тело неподвижно почему я всем говорю то что сначала лучше не в хоккей отдавать и на кой нибудь гимнастика акробатика танцы почему чтобы раскрепостить у многих любителей тоже проблема то что они все скованные и вот все вот эти движения там они чересчур перенапряжены а тут наоборот расслабление подвижность и соответственно это вам и поможет она гибкого хоккеиста на координированного ловкого намного больше и быстрее накладывается и он больше впитывает организма сам по себе готов и денег меньше тратится да и денег меньше тратится чудес не бывает если там ребенок не может сделать какие-то вещи в зале нам не может прыгнуть присесть нам развернуться как ну как он тут сядет вот поэтому мы сейчас переходим в зал да и там да покажем комплекс простой комплекс упражнений на забедренный сустав на растяжку простые вещи да все погнали в зал ну вот мы переместились в зал для уфп посмотрим что для дмитрий эксанч приготовил человек давай рассказывай людям как кораблик делать так ну что начнем на 1 1 упражнения самое главное это что подготовить наши связки мышцы до первое очень известное упражнение это бабочка садимся соответственно нашу заднюю точку подтягиваем ноги максимально сока можно и мелкими амплитудными движениями начинаем тянуть наши внутренние связки мышцы соответственно можно усложнить и давить либо локтями до либо соответственно ладошками у меня соответственно растяжка тоже не особо уже до хорошие это в принципе нормально корабликом то корабликом да в принципе не мешает но это на самом деле просто это подготовка связок чтобы там не потянуть может паховые связки это очень важно вообще до компонент в хоккее многих кист мучается я помню в 14 лет с 14 до 15 на весь сезон промучился с пахами поэтому не спешите расти либо готовьте свой организм заранее так мы это в принципе вот первое упражнение дальше первое мы становимся на колени и первое движение первое положение у нас идет выпад мы тянемся также делаем пружинные движения вперед после этого мы уходим назад и уводим также ногу в сторону соответственно повторяя имитацию движения до кораблика и такие же пружинные движения у нас идут в сторону это грубо говоря активация да это активация это мобильность опять же суставов да есть такое популярное слово также можно чуть-чуть себя усложнить различными там вращениями до либо там в одну сторону но опять же тут надо понимать то что вот у тебя плечи ровно стоят и они смотрят вперед у тебя нет завала никакого как и в принципе при катании чтобы хорошо кататься в целом должен чувствовать свое тело до свое равновесие это очень важно так мы последний получается в комплексе до третье движение мы эту же ногу уводим назад и садимся на левую также это же движение можно чуть-чуть усложнить стойкой и прогибом назад тоже это для спины и соответственно для равновесия стабилизации тоже очень важный момент из упора лежа да мы переходим сразу на другую ногу потянули а также в описании будет ссылка на социальные сети дмитрий александровича куда вы можете перейти подписаться там тоже много всяких разных упражнений заходите смотрите думаю будет полезно и не забудьте поставить лайк косик данному видео потому что она сверх полезно я считаю то что это просто must have следующее упражнение душно стало от твоих упражнений пойдем хватит сын не поможет сильным не надо словами не поможет так следующее упражнение из этого же положения мы грубо говоря совмещаем эти движения которые мы делали до этого соответственно наша задача в одно движение увести ногу назад и поставить вперед опять же на прорабатываем и равновесие до наш тут принципе активируется все тут очень и пресс нагружает мышцы кор на самом деле очень много еще упражнений которые на самом деле женский пол покажет лучше есть небольшой комплекс я показывать у него это йога первое упражнение 2 тянусь выхожу злой пришел за больно где умиротворение последнее упражнение в целом можно уже до сделать полноценный кораблик имитацию движения на льду это уже из положения стоя линию до чтобы ноги ровно стояли можем ногу также развенуть на 90 градусов дальше ставим ногу если назад на 180 также другая нога 1 2 в принципе это упражнение можно сделать у стенки у стенки это проще намного если тут получается это упражнение то можно уже спокойно до переносить на лед опять же да если тут ты никак не можешь устоять там падаешь если твои мышцы связки там тазоведренный сустав не готов на льду на самом деле даже смысла не пробовать ну и стану выдал следующий присед сразу принципе все я думаю ребят ну вот такой вот небольшой комплекс но у фп ставьте лайки обязательно не забывайте подписываться на канал всем спасибо за просмотр всем удачи и пока большое спасибо дмитрий александрович за то что показал спасибо тебе что пригласил я тебя уже приглашаю полгода работаем тренируем просто саныч немного скромный да и вот я пытаюсь вытащить чтобы он нам показал уровень на самом деле ну и напишите хорошие комментарии чтобы саныч приходил к нам почаще да если подписчиков принципе я заинтересовал понравилось удовольствие будут появляться будем делать контент расширять кругозор и младшего возраста и старшего ну во первых надеемся что вам помогают наши тренировки по видео и такой небольшой анонс скоро будут у нас сборы для ребят кто хочет приехать и потренироваться с нами в удобное для вас для нас время давай спасибо ждем тебя снова а вам всем удачи и пока на связке удачи